всем привет друзья с вами как всегда на связи брайан и мы вместе с вами продолжаем играть в рим 2 total or в компанию рассвет республики за сиракузы с войной со всеми без мирных переговоров итак мы с вами остановились на том что взяли посильнее фурии также мы взяли карфаген полностью уничтожили кротону практически остался у них один флот в море и на следующий ход у нас начнется гражданская война которая как так же быстро и закончится да и возможно что на нас еще может напасть стек тараса который там неподалеку стоит а может не нападет не знаю с его бы силами я бы не рисковал учитывая что у нас потеря мы все равно ему дам дадим ему пинка да как-никак и потихоньку если получится не развиваемся дальше плюс полностью захватываем африку восстанавливаем силы добираем флот себе и плывем скорее всего захватывать уже сардинию берем сардинию а сардиния может быть еще возьмем коралис кстати островочек тоже принадлежит коралису то есть вот этот остров эти два острова тоже забираем и все и примерно чтобы нам выиграть компанию в общем посмотрел по условиям победы нам надо взять в идеале вот эти два острова и свое развитие свою экспансию провести вплоть до территории рима да то есть вейне обязательно брать сабине тоже в принципе не об не обязательно то есть примерно вот как-то вот так вот у нас граница должна будет идти то есть но тут можно в принципе даже вот так вот взять чтобы проще было контролировать да вот так вот можно не полностью регион брать можно вообще взять рим тут столицу провинции визе до основать там форпост хороший чтобы никто не лез и вот в принципе вот такие вот границ нам, нас устроит, чтобы поддержать победу. Но единственное, там есть одно но, что для того, чтобы поддержать победу в компании, очередные тупые условия, это надо содержать 100 наемников. 10 греческих баллист, 100 наемников одновременно, да? Ну, вот так вот. И еще надо определенные моря контролировать. Ну, думаю, тут уже, в принципе, нам всего до 3 остается контролировать. Ну, и Карфаген и Тарас мы уничтожим. Ну, что ж, поехали. Сейчас будет гражданочка у нас. Посмотрим, как быстро у нас получится с ней разобраться. Да, ну, тут единственное, сначала придется с этими ребятами. Ну, давайте здесь авто, в принципе, тачим. Ох, хорошо. Покуцало. Ну, что? Вероятность раскола не произошло, что ли? Серьезно. 100% на следующий ход вероятность. Что еще? А, нет, еще. Хотя, можно, в принципе, еще расчистку устроить. У нас тут уверенности, как бы, достаточно в партии. Веренность для всех других партий минус 10 идет. То есть, будет минус 20, будет 20, плюс 26. За счет этого влияния свое поднимем. Хотя, что мы поднимем по влиянию? Влияние-то у этой партии в основном находится все, да? То есть, как бы, если чистку устраивать, то лучше здесь ее брать. устраивать, потому что же мы тут влияние-то никакого не получаем с вами. Как бы, бесполезно то, что мы с вами делали. Так. Строительство города. Сюда храм. Так, избыток мы уже посмотрели. Давай в Карфаген теперь. Амфитеатр. Дом мастера Амфур. Собираю там по чуть-чуть армию, смотрю, ребята. Ну, по идее, на следующий ход мы до них дойдем. Тут интересно, кстати, переправа. Переправа есть такая даже. Прикольно. Ага. Денег нет. Я понял. Денюшки закончились. Так, ты тут у нас сидишь. Смотри, куда поплыли. Вражеский флот на Кротону. Я думаю, мы там с ними разберемся, во всяком случае. Флот мы тут уже не достанем. Военачальник седьмого ранка. А вот, как говорится, и денюшки появились. Немного, но появились. Давай пока атаку. Ночную битву уж взяли-взяли. Так, шпион повышения. Шанс заметить о засаду. Что тут еще есть? Стоимость вербовки агентов провинции минус 30. Пополнение отряда в регионе. Пока действует этот агент. Радиус обзора армии. Похищение еды. Вероятность успеха вражеских агентов минус 15. Но при этом минус 15, дальность перемещения. Блин, давай, не знаю, пополнение возьмем. Якобы, когда армия будет находиться в одном регионе с этим агентом, они будут пополняться областей. Но сейчас агент не на нашей территории находится. Так, и здесь у нас тоже ребята идут с этой стороны. Как они тут оказались? Еще вражеские... Вражеская знать находится. Можно попробовать засаду устроить. Тут где-то было нормально по проценту. Вроде что он не пройдет, да? Нет, не пройдет. Все, подлоим его сейчас. Так, ну этих сил, я думаю, хватит нам, чтобы восстание подавить. Ну давай еще возьмем отрядик. Гоплитов, стрелков. Так, раскол. Помогаем с партией опять же, да? Вон они где появились. Блин, то есть не угадаешь. С местом, где они могут появиться. Так, ну... Ага, вижу там элитные гоплиты, все дела. Давай сюда, перескакивай тогда. Тут он до Леонтия не дойдет. Не дойдет. То есть он либо на Агерион пойдет. Но видите, еще в чем прикол. Эта сволочь может взять, нагребсти себе... наемников еще. Вот в чем прикол. Сволочь такая себе. Противная. Поэтому я, наверное, подстрахуюсь. Просто я играл в большую компанию для себя. И у меня там такая же ситуация была. Тоже устроил гражданку. У меня появилась армия, только она появилась возле столицы, я помню, да? И я до нее не дотягивался. Потому что у меня не было стэков в столице. И я еще посмотрел. Думаю, да, там в принципе небольшой стэк. Думаю, на город нападут от объема. Ага, нихрена он взял, сформировал. Там почти 20 отрядов наемников. И на меня напал. Поэтому здесь я уже как бы наученный. И на всякий случай мы наемников, особенно самых таких имбовых, заберем, чтобы он их не нанял. Мы уже ночную битву, потом добить его. Там две армии, да, остается еще. Это придется снести, это перестроим. И сюда храм надо будет построить все-таки. Так, это у нас что? Вражеский флот. Воруд с вражеским флотом. Надо будет, конечно, разобраться еще. Я думаю, в принципе, нам этого хватит. Чтобы эти два флота потопить. Гарнизон у нас тут что? Ну, восстановился уже. Больше этих ребят набирать не будут. Кстати, африканских слонов можно будет нанять. Сколько они там по содержанию нам обходятся? Четыреста. Почти как наемники. Наемники там вообще под 700 вроде, если не ошибаюсь. Тысяча сто. О, не хотите? Скорость исследования 219 процентов. Она сейчас идет. 5 ходов. Будет лицей. И потом тогда займемся мы с вами. Либо портами, либо, как я уже говорил, укрепление власти. Вот эти две технологии. Чтобы можно было порты и города третьего уровня строить. И кузницу. Соответственно. Так, повышение. Давай посмотрим, у кого. Также пока держи, наверное, себе рост. Подожди, еще раз. Действует что? Пока действует агент, я понял. Но он же действует у нас. Действует. Только единственное, по процентам, не помню, как было 219, так и осталось. А тут 224. То есть, непонятно, блин. Добавляется эта скорость исследования. Чего-то я сейчас вот немножко не вогнал. Смотри, какие неугомонные ребята. Посмотри, что творят. Вот эти жалко опять не сдохли. Так, а вот сепаратисты. Ну да, они взяли наемников, но тут, в принципе, они взяли бичей наемников. Ну, не угадаешь. Тогда я вот серьезно говорю, 20 отрядов было там, отрядов 6 именно фракционных. Все остальное было из наемников. Все. Так же, опять же, помогаем с партией. Скорость исследования минус 8. Протесты уничтожены. Быстро. Так, у нас восстание появилось. Блин, достали. С тем восстанием уже. Так, струем гражданский, торговый. Ух ты, блин. Ух ты, блин. Ты посмотри там. Едут отбирать свою столицу обратно. Ребята. Кто говорил, что мы так просто сдадим города? Так, до этих пацанов не дойдем. Город, в принципе, восстановился. Можем попробовать строить засаду. Надо обратно. Заманить кораблищ. Не доплыву, да? Это тоже не доплывет. Все равно. Так, избыток Италия. Так. Что, давай тогда еще священную землю сюда построим. Денюшек у нас уже прям красота. Так, катание. Можно выгон построить. У нас еды просто вообще до хера. С едой у нас проблем просто нету. Все, да? Верность партии. Можно устроить чисточку. И главное, чтоб другие ребята впоследствии от нас не ушли никуда вдруг. Давай, пара на значение дадим тебе. Я аж, пум, блин, свою партию не создал. Иначе это будет жесть просто. Ему периодически надо снижать влияние. Стоимость харизма минус 30 тысяч. Верность для этой партии плюс два количества ходов, три. То есть надо ему периодически вот это вот влияние нафиг сбавлять. Стоимость харизмы 33. Ну-ка еще раз. Ну да, вот 47 и так нормально. Интересно, вот жена может его заставить партию создать? Интересно. Так, смотри, давай вот эту армию меняем местами сейчас. Хотя на самом деле может было его не отпугивать этот флот. Но там видите, еще просто стейк у них стоит. Сейчас. И там стейк стоит. Поэтому поменяем местами. Так, фракции у нас новых не открылось. Сколько ходов до полного восстановления 3, да? сегодняшний у нас новый стейк. Этих сейчас добьем. Так, потом здесь я думаю нам надо будет сформировать еще одну армию. Мой лишним не будет во всяком случае. Авторитет скорость исследования вот так вот. И потом гоплитов доберем еще. Еще сколько повышений сразу ваши войска обнаружено. Разлад, разлад, повышение ранга соперничество в поле у лесов. Секелия. Так, тоже расширение. Пленэнер, подожду вот этого вот расширения столицы, провинции нашей. Не буду торопиться. Мне вот не нравится, что в Карфагене, блин, дофига. Дофига вражеских агентов тусит. Сыри их тут облепило просто. Так, вот армию, блин, мы как бы до нее дойдем, но она отступит. Есть вероятность такая. Так, понял. Блин, там еще восстание растет у нас с каждым ходом, что не очень хорошо. Давай назад тогда. так, по агентикам пройдемся. О, отлично, наконец-таки убийство появилось. Неужели, блин, вкачали таки моего? можно хоть повыносить некоторых агентов самых доставучих. то у меня от них порядок минус 8 идет. Давай начнем с самых прокачиваемых 41%. Еще не факт, что получится тоже убить. 63. Надо разжириться все-таки убрать. Не получилось. я так и знал. Неудивительно. А вот потом, когда восстание падаем, ну лохнер чуть снизить. не хочет умирать. зараза, еще и грабит стоит меня. Что ж с тобой сделать-то? Тут просто сейчас если я начну отгонять свои корабли, на меня сразу нападет вот это восстание. Там священные отряды у них. Значит попробуем вот так вот сделать. поменяем местами. Сюда отправим этих ребят. Тут в принципе гарнизон у нас как бы хороший, да, в городе плюс. флот, хоть не до конца восстановился, даже если грузовые суда решат на карфаген напасть, я думаю мы там дадим им жару. еще еще чисточку устроим давайте. все три отряда доберем, а тут еще флот будут переформировать, я пока еще этим не занимался даже. минус семь порядок. блин, еще забыл, еще будут появляться всякие фракции, у нас тут может в тылу прям появиться мут боится, такие не очень приятные, я уже забыл, поэтому надо аккуратненько. Так, чуть-чуть не дохожу сейчас, обойти тоже не получится, но будем надеяться, на следующий ход они не нападут, хотя могут и напасть, а если вот нападут кандидат, все неужели блин, одного хотя бы вальнули, слава богу, на одного засранца меньше, единственное, с этим надо еще разобраться, но не армия небольшая, он не придет сюда, мне кажется, даже если засаду здесь устроить, ему-то нападать нечем на меня, а потихоньку дальше, конечно, идти, что-то мы тут под застряли, Тарас нас тут хорошо держит, ари, какой доставучий, зараза, а все, убили, наконец-таки, псори, 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 охренеть, просто их там, офигеть, вот это спам пошел, блин, надо будет следующая битва, если у нас будет, надо будет разыгрывать, чтобы по минимуму потерь, и потом их добить, и двинуться дальше, следующую битву будем разыгрывать уже, хватит, так вот, отлично, смотри, этих красавцев, добиваем, все, добегался ты, до свидания, так, агентика этого, пробуем, пока не получается, жалко, да, вот, кстати, есть вероятность того, что у нас восстание опять произойдет, минус 16 заход у нас идет, давайте посмотрим, что у нас там, нестабильность, да, минус 10 идет, это раз, плюс культурное различие, минус 10, ну да, надо снизить немножко налоги, во, библиотека, строим ее, где у нас еще порядок, не айс, какой хороший, там тоже библиотеку строим, пока, вот здесь, вот, вот тут, вот так вот, так, теперь, давайте, укрепление власти изучим, да, а потом портами займемся, наш счетом по скорости исследования получается, 239, нехило, вот, стек у нас восстановился, вот, и мы сейчас как раз таки будем, если на нас нападут, отбивать, этих ребят, впоследствии, и уже дальше будем двигаться, соответственно, дальше, сейчас их надо будет разбить прям, так, а, да, налоги же снизил, потому упал доход у нас, на лутбитву придется разыгрывать, офигеть, вот это жесть, вот это жесть, карфагенская пехота, о, кстати, давайте сравним-то хоть, ближний бой 49, опять же, там, за счет того, что пехота, там, четвертого ранга, броня 75, и вот, вот это вот наша, да, броня 72, ближний, ну да, она хуже, не то, это подделка, по броне более-менее, да, базовый бой, дух, не, 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 местную карфагенскую пехоту можно не набирать, она хуже, чем вот эти вот ребята, то есть, один на один, карфагенская пехота, сметет их просто на раз-два, так, а ночных битв, наверное, у нас и нету, да, сейчас, да, ночных битв нету, жалко, был у нас флот, с возможностью вести ночные битвы, да, да, сплыл, ну давай сейчас вот с этими ребятами разберемся, думаю, уже затащить же должны будем, на вершину, махаааааааааааааааааааааааааааааааааа! Так, конец назад. У них конец нету. Это радует. Но там до хера пехоты. Давай пехоту лучше. Хорошо. Разносим. Хорошо. Хорошо. Да, чуть-чуть вперед надо выдвинуть все-таки наших гоплитов. Взять. Ух ты, блин. Как с того фланга-то нас могут прижать? Что это вот за построение они такое тут сделали? Да. Даже сейчас здесь нас обойдут просто на раз-два. Блин, парни, вы собираетесь в бой идти? Давай сзади отстреливаем. Тяжелый выстрел. Думаю, может даже сюда пращи еще отвезти. Наши остались без снаряжения. Короче, понятно. Сам с ними не разберешься. Тяжелый выстрел. Отперев Craig's liberals ready. Совсем тревогов. Теревогов сюда. Сюда. Астана Уже гоплитовая воина. Все боезапасы у нас закончили. Генералов. Вспеки с игроком. Дир credibility, с Boot volunt in Russian system. Взять свободу. Добрый взгляд. во всяком случае уже как бы наши гоплиты они получше стоят чем если сравнивать когда мы только начали войну с карфагеном так отходи отходи так пошел следующий давай священный отряд разносим этих спиной которые к нам стоят уже разносим вот ты зараза вот какая-то путаница если честно просто произошла вообще посреть что происходит перемешку стоят отряда то есть не такой вот как должно быть чтобы гоплиты стенка на стенку стояли к это ерунду и на просто забыл про конницу ладно доби их ой и еди на хрен фу шоу жопу а начальника почти разбили вроде бы наши остались без снаряжения он жалко пламенного нету конечно а все подступают пошли добивать их продолжаем бой да жалко чуть чуть не уследил так этот парень мне не нужен я его распускаю теперь придется что мгипеев нанять казарму отстроить болен мне не повезло так ну все смотри в принципе у нас сейчас и военное присутствие фракция военное положение в принципе порядок нормальный так то ну пускай мне кажется чуть в плюс уйдет блин вот вот этого надо избавил убрать однозначно подвидеть два агента от они меня бардак еще в провинции наводят и вот с этими ребятами разобраться не знаю нападут они на следующий ход они не доплывут не доплывут потом вот этого в принципе тоже можно убрать тоже как бы не нужен уже там здесь у нас что так ну я не знаю можно этот стек править вообще в сторону мути и там на помощь по захвату как оказать помощь по захвату корсики сардинии потому что там культура не наша будут очень чашка очень чашка тяжко нам будет нужно будет как раз и и туда и жрецов перебраться тут если как бы греческая культура здесь все более менее стабильно вот там уже будут сложнее вести расширение быстрое вот такая же ситуация как вот вот здесь у нас сейчас что вас ну как в карфагене что восстания постоянно происходят так ну что нападет на нас вот этот вот красавец тремя армиями не не стал блин а я если честно хотел у хотел дать бы ему ну может нас еще ход тут надо просто разбивать стыки покушение верность плюс 5 количество ходов 5 хорошо и прорываться дальше тогда так смотрим смотрим меня интересует сейчас первую очередь библиотеки сюда на следующий ход еще одну поставим тут все устроится так ну что мы с вами будем делать ребята выше все никак не хотите даже непонятно что там и подплоем посмотрим что у вас там можно один стык ночной битвой разобрать а второй флотом а можно едва сразу покарать здесь у них лучники а здесь у них лучники примерно не равноценно друг другу эти отряды можно в принципе 2 спокойно разбить мы сейчас даже еще денег хватит на блять теку одну красота все то есть путь у нас дальше открыт но как раз ночная битва так что как пал блин почему нету авторитет как у флотовод сам болен восстановление в принципе нам не надо ну кстати хочу сказать что даже у наших гоплитов защита в ближнем бою повыше идет на 4 единицы урон оружием конечно и ближний бою карфагенских и разница в принципе небольшая это всего 16 монет уже будем своих набирать потом отсюда то уплывем где мы их будем пополнять если вдруг проще на карфагенских гонять на точнее на наших греческих гоплитах что я уже заговариваюсь тогда и мне надо поставить библиотеку сейчас и библиотеку вот сюда все нет позже не то все в принципе что у нас там по провинциям неплохо неплохо то есть перегоняем теперь и наш стек дионисия вытеку и оттуда нашим флотом поплывем на экспансию плюс еще там подсоединиться к нам как раз таки стек из сицилии он нам поможет там ну что ж друзья на этом наше прохождение сегодня подошло концу если вам понравилось не забудьте как всегда видео поддержать лайком обязательно подписывайтесь на канал включайте колокольчики оставляйте комментарии и увидимся на новом видео друзья всем пока пока